Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Да, к сожалению, вот смотрите, российский суд на 30 дней приостановил работу нефтепродукта КТК. Поэтому трубопровода транспортирует основной объем, поставленный на экспорт казахстанской нефти. Приморский край районный суд Новороссийская приостановила деятельность Каспийского трубопроводного консора на 30 дней из-за нескольких документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разлив нефти. Об этом сообщил консорум Телеграм. Каспийский трубопроводный консорум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным доконодательным порядком, говорится в сообщении. Да. В общем, что, коротко и ясно, крыдык нам на месяц нашей экономики, потому что это основная, наш доход был нефть, ой, извините, бюджет государства. А тут за какое-то нарушение, это как, не знаю, за какое-то нарушение 30 дней нельзя ли просто решить его быстренько? Нет, надо закрыть. Россияне, вы же говорите, друзья, делайте вот так. Я знаю, вы обижены на слова Тукаева. Он тут сказал факт, если честно. Если честно, это плохо отразится, конечно, министр будет скрывать. В ходе совещания была обслужена необходимая мера по амонимизации никаких последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничением экспорта. Казахстанцам не передается ссылка на пресс-службу премьера министра РК. По итоговым обсуждениям, глава правительства данный ряд соответствующих поручений. Приморский районный суд Новороссийск постановил приостановить деятельность Каспийского труброводного консорума КТК. Компания с участием России КСС 5 или 30. Причина стала, что РОС стран выявил экологические нарушения на производственном объекте КТК проверки СС 6 мая по поручению вице-премьера Виктора Абрамовна. Спустя месяц был составлен протоколом. В конце КТК сообщал объемное повреждение в виде смешанки слова прокуратства. В общем, бла-бла-бла. И так же смысл нет, и за какое-то нарушение я до сих пор не понимаю. Кстати, наш первый президент, почему бы не позвонить Владимиру Владимировичу Путину? Ну, там, договориться. Они же друзья. Сколько? Можно же просто один звонок сделать. Кстати, напишите в комментарии, что вы скажете об этом новости. Да, напишите отзыв. Кто прав, кто не прав. Да, это лично мое мнение. Ну, Россия, конечно, не прав. Можно же решить, исправить. Нет, вот. Не доставляем в Европу нефти. Из Казахстана, если доставить через черные, можно мировые рынки. Да, на мировые. Ну, имеется в виду. Ставим лайки, подписываемся.